здравствуйте всем 31 мая 2021 года 7 часов 20 минут город чикаго 15 20 время московское и нумерология дня давайте мы поговорим о том что сегодня за день какие люди сегодня качество этих людей которые родились 31 мая ну и как жить с другими людьми так значит давайте по порядку тогда то есть люди родившиеся 31 мая ну не только 31 3 плюс 1 это у нас 44 плюс 5 это 9 тоже имеет значение ну короче говоря люди родившиеся под циферкой 4 4 13 22 и 31 числа конкретно мая находится под влиянием урана солнца и венеры ну и конечно же под знаком близнецов а вот близнецами правит планета меркурий очень специфическая комбинация и это очень неординарное мы сейчас дальше поговорим про конкретную цифру число 31 неординарная какая-то такая программа жизненного пути ну и склонность к очень необычному к очень неожиданного и это жизненная дорога жизненный путь он категорически открытие отличается от людей которые живут в программе в матрице и у них все прописано у них все так сказать устаканено и работа и жизни у них такая рутинная у таких людей близко даже нет то есть это комбинация вот этих планет это характерно для и благоприятно для людей такого творческого склада ума а именно философы это писатели это композиторы но они такие люди очень необычные в плане того что они как бы затворники они не очень любят скажем такое общество и чувствует себя там но на первый взгляд комфортно с другой стороны им это вообще не нужно короче говоря дальше финансовые проблемы у них существует и не не одна такая проблема то есть какие-то у них переменчивая вот такие вот фортуна что скажем так то есть все развивается опять же необычные каким-то очень неожиданно происходит то есть очень им сложно общаться с окружающими людьми но и очень часто деятельность таких людей сталкивается с противодействием виной всему планета под названием раху вот раху но вот эта планета достаточно мы не говорили много она очень необычная и полна противоречий будем так говорить эта планета и люди собственно говоря полны противоречия но тем не менее люди которые вот родились в эти дни они возникают да очень часто возникает различные препятствия но у них есть совершенно феноменальная реакция на эти препятствия на эти трудности и они мгновенно находят какие-то пути для разрешения вот этих ситуаций очень поскольку они очень оригинально мыслят и будет привлекать различные новые идеи технология процессы изобретения короче говоря все то что связано нетипичностью из какой-то там неочевидностью и брак будет тоже очень и очень неординарным но вот я знаю одного такого человека моего знакомого он может себе представить женился на своей жене три раза но и кроме этого конечно приключений было много в процессе этих трех раз в том числе вот эксперименты короче говоря эксперименты любят экспериментировать эти люди но или какие-то особенные обстоятельства воля сильная аналитик очень хорошим способностью критическим выводом но это выводы для себя не для людей на публике эти люди себя очень ведут лидерами что в общем то у них это есть и ну как бы чувствуется в них сила такая вот но не будет многочисленных друзей будет какие-то особенные свои друзья и вот этим друзьям они очень привязаны и действительно какую-то проявляет какую-то заботу таким людям мол еще раз повторю могут такие люди быть или какими-то артистами или писателями или изобретателями причем будет у них очень ярко выраженная такая индивидуальность поэтому везде будет это сквозить во всех тех делах какими они будут заниматься но еще раз деньги приходят и уходят и достаточно необычным образом бывает нестандартным образом но и отличное мнение окружающих оригинальные какие-то идеи планы которые не вписываются планы поэтому наталкиваются возможно на противодействие вот ну и опять же деньги вот такими вот обычными путями за заработок денег обычными путями типа пошел на работу отработал получил нет какие это не для этих людей то есть она не будет привлекать таких людей и будет очень трудно работать в компании с другими вот этот человек который я знаю он говорит все здорово все замечательно только я буду решать все вопросы буду решать я вот ты занимайся им делом но если возникает вопрос нет мнений есть одно мнение это мое здоровье здоровье но тоже все очень не запланировано все очень необычно какие-то внезапные болезни заболевания которые трудно диагностировать повреждения какие-то внутренние органы частое воспаление простуды гриб легкие и так далее и так далее таким людям рекомендуется есть часто понемногу и в соответствии с диетой но не то что обычно едят все ну люди допустим вот пошел в ресторан и вот все едят одну еду нет у вас есть другая диета но и она ну обусловлена специфическим датой рождения поэтому сейчас на потому что есть ну по-разному есть четверка четвертого числа четкая четверка есть 31 31 но вот как раз таки 31 мая мая 31 эти люди выделяются из других людей они будем так говорить больше чем все остальные но что лишь счастливее ну то есть то что у кого-то у других четверок будет вызывать какие-то минус ну вот у 31 числа это могут быть как раз плюс ну и в общем то если уже говорить о том какие надо было бы носить для магнетического скажем так притягательности своей ну в основном это наверное женщина конечно касается то надо носить одежду цветов тех самых планет которые на вас влияют то есть конкретно солнце это оттенки золотого оранжевого бронзового это уран ну уран это там раку допустим да планета раку но тем не менее уран это все оттенки серого цвет электрик и сапфирово синий а венеры все оттенки синего такого переливающего таких цветов ну и вот 31 числа специфика цвета меркурия кремовые любые какие-то мерцающего какие цвета это для людей родившихся конкретно 31 мая камни какие ну счастливые камни тоже есть так называемые счастливые камни это тапаз это янтарь это бриллианты это сапфиры и ляпи струбис лазури вот струбиской да ну конкретно 31 числа поэтому дорогие именинники вас с днем рождения ну простите но у них психотип такой тем люди которые родились у них психотип такой то есть все материальная сторону похоже на 30 вчера у нас была программа похоже да психическое восприятие конкретного индивидуума который он представляет может быть очень серьезные успехи но в то же время может быть спад серьезно опять все то что необычно приносит он такой человек более замкнут отдален скажем так одинок отдален от своих друзей товарищей и вообще по сути само число не является счастливым с какой-то материалистической или какой-то обычной мирской точки зрения вот ну и теперь давайте мы перейдем к допустим с кем мы будем общаться ну я это редко делаю поскольку сегодня программа посвящена именно вот людям которые родились то ли 4 13 2 2 1 числа то раху я больше склонен к физической номерологии то раху как раз таки характеризует и вносят в число в жизни людей вот такие перемены то есть взлет падения взлет падения и у них развивается же с этим какая-то такая двойственная натура то есть они не являются доверчивыми они как раз таки очень склонны к тому что вот что-то вот пообщался чего-то там не получилось и все этого человека уже нету в поле зрения вот этого вот этой четверки вот то обычно они всегда на стороне неудачников неудачников они своего рода какие-то экстремисты то есть либо сверх либо низ но и посредственно средний класс это не для них ну и эта работа это порядок пахота практичность конструктивная стабильность и так далее то есть всегда отличается мнение других людей очень такая конспиративная и очень скрытные такие вещи но в принципе любит образование любит совершенствоваться ну вот мой как раз вот этот знакомый он как-то очень серьезно начал развивать направление каббала ну в данном случае в чикаго да сколько это все в чикаго очень хороший собеседник умеет слушать вежливость терпимость особенно с представителями противоположного пола и очень серьезная чувствительность и добби обильность сексуальный партнер если это мужик вот много любовных приключений но они не счастливые вот сожалению да а вот женщина которая родилась числом 4 4 13 12 12 31 это очень нежная вот она очень преданная преданная не только своему мужу но и друзьям мужа и другими скажем там ну себя ценами семьи мужского пола романтичность ответственность забота о мужах друзьях родителях то есть берет на себя все абсолютно но в то же время очень независимая и очень не любит когда я диктует то есть ей вот с кем нам жить с кем нам не жить повторяю для женщин женщинам родившимся 4 13 22 31 числа не ну не рекомендуется иметь брачные какие-то отношения с людьми которые родились этих в этих числах которые родились сеть восьмого семнадцатого двадцать шестого числа и 9 18 и 27 но вот люди которые родились первого третьего пятого шестого десятого двенадцатого двадцать третьего пятнадцатого эти люди хороши вот но в конечном итоге да они добиваются каких-то серьезных успехов это да но про двадцать второе число мы говорить сегодня не будем об этом уже говорилось а потому что 22 это особое число связанное с каким-то воплощением божественного разума на земле и здесь тут система такая что с одной стороны это да с другой стороны поскольку 22 это кармическое число но с другой стороны все же это четверка его здесь планета раху оказывает все же внимание все же большое влияние оказывает и вот в этих числах есть как они гармонируют допустим с другими числами это более серьезнее это более длительно наверное но вот допустим число как гармонирует число допустим вот это число люди родившиеся скажем 31 4 13 с людьми которые родились первого я уже говорил это это хорошо то есть они как бы противоположные астрологически да но в то же время противоположные полиса привлекают друг друга ну че люди которые родились 1 1 10 19 и 28 то есть они привлекают друг друга и образуют третью силу поэтому единицы единицы они выгодны четверкам потому что единицы они удачливы у них широкий бог а четверки они как бы изолируют то есть вот как пара они могут быть неплохо друг другу относиться да дальше но коротко поскольку тут много информации конечно же есть но вот это число 4 и 2 допустим то есть как они гармонируют с людьми которые родились 2 11 20 и 29 вот как они гармонируют дело в том что есть такое понятие четные нечетные и вот опять же в астрологии четные числа они враги потому что в данном случае число 4 число 2 управляются планеты раху и луной и четверки до создают на пути тех людей которые родились 2 вот 11 20 20 29 числа препятствия и препятствует их росту понимаете то есть они страдают вот 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 эти люди от страдают от этих препятствий и так далее двойки они слишком эмоциональной луна понимаете перепад настроения луна это вода и если это вода когда здесь но в стиле или опять же буря понимаете вот но если брать вот если брать их допустим выбирать их как замужество да то к примеру женщина да она должна для замужества выбирать мужчин которые родились третьего очень хорошо для них третьего двенадцатого двадцать первого но наоборот нет то есть четверка должна выбирать мужчин но не тройка выбирать четверку почему потому что ну здесь есть короче говоря нюансы и ну вот такие есть рекомендации а вот 44 такие же с такими же одинаковые полюса отталкивается то есть вот такие числа они не составляют какой-то такой хороший идеальный скажем так комбинации не составляют то есть они не очень хорошо влияют друг на друга хотя вреда особо не произносит и вот двое людей которые делись один четвертого второй скажем там тринадцатого или двадцатого они могут быть хорошими друзьями партнерами но вместе как бы ну они им тяжело поскольку подобное подобного здесь подобное притягивает подобное но создают трудности вот то есть они не хорошая пара друзей супруги но существовать вместе они могут вот для женитьбы есть нужно говорить о том что 44 надо здесь смотреть когда родился человек и в какой момент времени поскольку и сильные периоды всегда есть слабые периоды благоприятный период для четверки с 21 марта вот сейчас да и 21 апреля или между июлем и августа 23 и примерно до 23 по такой же день 20 августа вот ну и так далее опять же когда надо назначать встречу какие там надо носить одежду это может поговорили вот ну вот допустим теперь четверка и пятерка вот то есть вот пятерка да вот если они с комбинации четверкой то дружба с пятеркой для четверок не хороша не очень потому что пятерка это как бы дети и не могут оказать им внимание и такой скажем дружба она сходит на нет а все хотят чтобы оказывалось внимание чтобы ему оказывалось внимание она она чтобы и он оказывался внимание ты меня любишь не скажи ты правду меня любишь спрашивает она и надо постоянно да да я тебя люблю и тогда это вот здорово а если так сказать нет уже так не оказывают знаки внимания но вот тогда когда чувства могут угаснуть короче говоря но и понимаете пятерки они какие такие динамичные ребята моторные такие вот эти на к венщики понимаете такие не могут вот четверки они стагнация у них не могут они подпитывать энергию пятерок допустим да но в то же время ничего такого плохого нет ну и тут есть моменты когда надо назначать встречу допустим выбирать номер дома это все имеет значение и очень серьезное значение ну вот дальше а вот четверка и шестерка составляет гармонию вот это тот самый редкий случай то есть шестерка это люди родившиеся 6 15 до 4 числа вот это гармония то есть и четверка легко притягивается в четверка но сказать шестерки управляется венерой а венера это медленно и иногда так ленивая планета в разумно так сказать не то что так моторная вот и они не могут они видите они ходят как павлины понимаете показывают себя то есть медленно ходят походка такая от бедра понимаете у них а эти так сказать ну как и свои забивают бегают прыгают и усердно так сказать работу ну и тратят деньги они безответственно вот но вместе работа они могут взять один потратил другой заработал то есть нейтрализует вот слишком быстрая четверка слишком медленная шестерка но долго в одиночестве жить не могут и тем не менее работа вместе может быть нет но как пара да вот дело в том что в большинстве свои люди родившиеся шестого пятнадцатого до четвертого они не связаны для себя никакими обязательствами обязанностями имеют много внебрачных связей а вот четверкам тут трудно примириться ну если они вместе поэтому четверкам вообще-то говоря ну как бы по природе семейная жизнь это не самые сильные качества об этом я уже говорил но и шестерки тут и как бы не помогает но какие лучшие комбинации мужчина числом 4 мужчина который делался 4 13 2 2 3 1 может жениться на женщине которая делала 6 15 24 и будет иметь прекрасные годы совместной жизни дальше две стороны одной энергии это четверка и семерка поскольку луна луна и 7 это кету хвост дракона или южный полюс луны а 4 это голова дракона или северный полюс и расположены друг друга по отношению на сто восемь градусов друг за другом они так сказать гоняются но смотрят на вещи абсолютно по-разному четверка на агрессивно семерка на пассивно вот но астрологически они друзья поскольку тело и голова их разделили но тем не менее друзья на одной одно целое взаимоотношение будет хорошие если семерка это женщина то есть женщина родила 7 16 25 а ее мужик родился понимаете 4 13 22 31 да понимаете вот ну и если говорить уже о бизнесе если семерка будет инвестировать а четверка будет менедж выполнять практическую круто работу вот дополняют друг друга голова управляет телом шея управляет головой голова телом ну и вот четверки в принципе управлять с мир теперь 8 может заканчиваем 8 это мир дома твоему говорит восьмерка потому что четные и поэтому статичные а вот эти которые они прыгающие бегающие перетекающие с места на место ну имеется ввиду цифры нечетные вот четверка и восьмерка еще раз активная но и комбинация с восьмеркой не несет какой-то такой пассивности да но спокойствие не им не грозит то есть законы не трактует по-своему они постоянно где-то с кем-то митингует и с кем-то они и те и другие с кем-то не входят в какие если только не соглашаются они входят какие-то противоречия до помогают бедным очень даже помогают ну дальше что восьмерки они лучше для четверок как друзья деловые партнеры и супруги восьмерки хороши для четверок но восьмерка должен быть желательно чтобы был мужчина а четверка женщина вот но вначале там будет какие-то противостояния но потом вы все порядке ну и наконец последние это число 9 это управляется марсом девятка и марс является врагом числа 4 то есть это социальные люди все же девятки социальные могут быть филантропы могут быть все равно за собой вести сам большие группу людей и они ну на виду а четверки нет вот и дружба больше здесь благоприятно для четверок девятки они воины полководцы там борцы а четверки ну они по сути враги девяток и имеет достаточно больше но значительно больше терпения девятки надо им надо быстро сейчас прямо вот 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 а четверки ну более менее да ну что еще благоприятный для дружбы деловых отношений такие числа и четверка четверком нужно избегать женитьбы с девятками но то есть девятка если эта женщина четверка мужчина вот здесь не будет хорошо вот но женщина числом 4 наоборот может выйти если уж необходимо то может выйти замуж за мужчину который родился 9 18 ну и 27 числа и здесь есть серьезные моменты серьезные люди допустим это те ну вот скажем так какие допустим рекомендации могут быть их нету особо в интернете то есть желательно четверком поскольку у них сочетание такое 1 4 и 2 а двойки и семерки 2 7 то есть 1 4 это ну скажем понедельник да и вот четвертом поститься надо желательно да поститься каждый понедельник и каждый четвертый записывайте и каждый четвертый день каждого восходящего и несходящего цикла луны то есть в этот день им рекомендуется пить соки а если необходимо то и фрукты и сразу после захода солнца вот годы жизни ну начиная с там допустим на 20 и двух лет давать 21 31 40 48 49 58 67 78 85 вот это хорошая года ну и также хорошая года для четверок до ну и чтобы им рекомендовалась рекомендовалась на есть такое понятие бит же мантра бит же мантра которая ну имеет особое там словосочетание но это не сейчас все равно голосовом варианте без видео видеокамера не работает поэтому без видео победу над врагами то есть это божество раку дарует 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 способность содержать победу над врагами и отвечает за творческое мышление что способствует успешному социального контакт продвижения поэтому надо читать эту мантру и медитировать на раху до мантра читается соответственно в определенном направлении но если не раху тогда поскольку такого как бы планета не существует есть какое-то изображение но в принципе четверком предписывается как бы служить такому высшему существу как ганеш вот у ганеша четыре руки и голова слона одно рукой благословляет другой держит топорик чтобы контролировать желание в третье у него власа четвертый держит сладость влада называется вот это любимая такая сладость для ганеша но вообще драгоценный камень для четверок гессонит но желательно тесса нет носить в кольце или подвески и желательно чтобы было 5 металлов его окружала вот почему или восстановление ну такого как сказать электрохимического баланса и это конечно же на западе не никто не знает надо принимать толченый гессонит ну вот такими делами хорошие дни для четверок это суббота воскресенье понедельник ну и особенно если они попадают на числа 4 13 22 и 31 где друзья ну вот такая вот у нас сегодня программка посвященная дням рождения людей которые родились ну там 41 но также 4 4 числа 13 и 22 всего доброго до новых встреч